Всем привет, с вами Марина, и это испытание из красавицы, ну не совсем красавицы, в чудовище. Его мне передала Лиза с канала Red Sonia Play, ссылочки я оставлю в описании. Да, суть этого испытания, я думаю, всем ясна, нам нужно сделать некую такую чудовищу, некое чудовище, да, которое другой человек должен исправить. Я решила, история этой девушки такова, что она задолбала колодец желаний своим желанием, что она очень хочет стать богатой, это вы потом под конец уже поймёте, почему так я сделала. Вот, и колодец желаний решил над ней поглумиться, и в общем, да, я просто сначала одела её по одному, потом по другому, и, короче, он просто превратил её в некого лепрекона, по-моему, это они, которые вечно с горшочком золота бегают, вот, и поэтому эта девушка стала такой вот немножечко страшненькой, похожей на какую-то такую, я не знаю, мне она напоминает поросенка, честно говоря. Я сделала её такой злобной, немножечко полненькой, страшненькой, и, в общем, да, колодец желаний, это такая вот опасная штука. Да, ребят, вообще я с ней долго не мудрила, я не делала ей выворачивания носов, длинные лица и прочее, я постаралась сделать её лицо, наоборот, таким маленьким, злобным, таким каким-то, ну, не знаю, лепреконским, что-то такое. Поначалу я одела её в одну одежду, после этого решила, после того, как нашла определённую шапочку, да, что эта одежда и не подходит, в принципе, вы сейчас всё это сами увидите. Я пыталась сделать её такой под цвет волос, красненькую, всё, красненькие-коростенькие шортики, какая-то там жилетка неподходящая. Это, конечно, мои самые любимые колготочки, да, вы их скоро увидите, потому что, ну, не знаю, очень люблю носимых одевать эти колготки, ну, в общем, да, вы увидите. Вот. А потом я просто вспомнила, что, боже, я же забыла её разукрасить, да, и когда разукрашивала, нашла как раз-таки ту самую шапку, и я думаю, вы сами дальше всё увидите. И за что переделку этого персонажа вы можете найти, опять же, на канале Сони, когда она выложит это видео, я ссылочку кину здесь же в описании. И всем огромное спасибо за просмотр, и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова